Фотография 1974 года, сделанная Феодосией, отец со своими бойцами, крикливый дядь Саша в шапке черной и братов Иван. Старые черно-белые фотографии, газетные статьи и книги Рустем Исаев с гордостью рассказывает о своем отце. Ситасман Исаев – один из освободителей Старого Крыма и легендарный командир группы разведчиков Восточного соединения крымских партизан. Ночью партизаны со скоростью молнии ворвались на улицы Старого Крыма. Уссман Исаев и его группа забросали гранатами и казармами, где находились гитлеровцы. Крымский татарин Ситусман Исаев родился в Судаке в 1919 году. На фронт, как и многие другие юноши, попал в самом начале войны. Став водителем пулеметно-зенитной установки, участвовал в Керченско-Феодосийской десантной операции. В годы войны уничтожил более 200 вражеских солдат. Его сын Рустам Исаев по воспоминаниям отца о тех событиях написал статью, которая была опубликована в одной из крымских газет. Об отце рассказывается его биография, военная жизнь, судьба и жизнь в мирное время. В 1941 году Ситусман Исаев оказался в лагере для военно-пленных в Феодосии. Через несколько месяцев ему удалось бежать и примкнуть к партизанам. В памяти Усмана Муртазаева об отважном друге только светлые воспоминания. Когда они приехали, мы, как всегда, как по нашим обычаям, мы пошли к нему на хошке льдей. Когда мы все и познакомились, он был человек здоровый такой, смелый. Он всегда мог это поддержать, так сказать. В апреле 1944 участвовал в освобождении старого Крыма. А через месяц в мае Усмана Исаева, как и других крымских татар, депортировали из родного Крыма в Узбекистан. 17 лет спустя семья вернулась, но не на родной полуостров, а в Краснодарский край. Когда мне было два года, в 1961 году отец переехал в Краснодарский край, поселок Нижнебаканский. В Нижнебаканке прошло все мое детство. Там я пошел в садик, с первого по десятый класс закончил среднюю школу. Ну, отец вот неоднократно выступал в Краснодарской школе, вот здесь она, сейчас она уже давно ее снесли, там дома построили. Неоднократно выступал перед детьми этой школы, правдиво рассказывая историю освобождения старого Крыма. Сей Тусман Исаев иногда приезжал в Крым на встречи партизан и подпольщиков, а мечта вернуться на родину и жить в Судаке сбылась лишь в 1978 году. Героя не стало в 1994-м. Его дети продолжают беречь память о своем отце и сейчас работают над тем, чтобы в ближайшем будущем выпустить о нем книгу. По крупицам собирают информацию, которую оставят в памяти народа на века. Героические подвиги, боевые операции и отчаянная храбрость. Их история теперь увековечена в книгах, статьях и учебниках. И мессия Тусмана Исаева навсегда вписана в историю Крыма.